Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, ZDNK Артём, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу и расскажу, как получить невидимую рамку на новой версии Майнкрафта 1.21. Если же вы попробуете использовать команду, которая была доступна на версии Майнкрафта 1.16 и до версии Майнкрафта 1.20 для получения невидимой рамки, тогда у вас просто ничего не получится и высветится ошибка, потому что Моджанги изменили команду для получения рамки на версии Майнкрафта 1.21. Поэтому в сегодняшнем видеоролике я вам покажу актуальную команду, ну а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, если вы этого не сделали. Ну а мы переходим к нашему туториалу по получению невидимой рамки для версии Майнкрафта 1.21. Поехали! Ровно год назад я записывал видеоролик, в котором показывал, как правильно получить невидимую рамку для версии Майнкрафта 1.16 и выше. Ну а сейчас на новых версиях Майнкрафта, например, если вы играете на версии 1.21 и выше, этот видеоролик уже стал неактуален, потому что Моджанги изменили команду для получения невидимой рамки. Давайте же перейдем к самой команде. Ну для начала хочу вам показать то, что действительно все работает. Сейчас я играю на версии Майнкрафта 1.21, у меня нету никаких модов и вот такие вот декорации я могу делать с помощью невидимых рамок. Вот такие вот декорации можем делать и короче это все круто работает. И команду вы можете прописывать не только в командном блоке, но также в чате своего Майнкрафта. Но самое главное, обратите внимание, чтобы прописать данную команду, вам потребуется гейммод креатив, если вы играете в одиночном мире, в выживании. Ну а если вы играете на каком-то сервере, тогда вам потребуется опка и права администратора, потому что по-другому вы просто прописать эту команду не сможете на сервере. Ну или вы можете попросить, например, выдать невидимую рамку какого-то администратора, у которого есть доступ к консолям. Итак, дорогие друзья, давайте уже перейдем к самой команде. Команда выглядит следующим образом. Давайте мы ее расшифруем полностью и потом уже я вам покажу, как вы можете использовать эти невидимые рамки в самом Майнкрафте. Здесь у нас имеется команда gif, которая позволяет выдавать предметы игрокам. Также здесь у нас идет селектор. Например, если вы играете в одиночном мире, здесь просто прописывается свой нип. В моем случае это задымек Артем. Если вы играете на сервере и вы являетесь, например, администратором данного сервера, тогда вы можете использовать селекторы. В нашем случае A это All Players, то есть ваша невидимая рамка будет выдаваться всем игрокам на сервере. Entities это все сущности. Дальше у нас имеется атрибут N, который выдает ближайшие сущности данную невидимую рамку. P это ближайшему игроку. R случайному игроку, соответственно, Random Players. И также текущая сущность, это у нас будет селектор S. Дальше у нас идет Item Frames. Ну, соответственно, это у нас сам предмет, который будет выдаваться игроку или вам, или какой-то сущности на сервере. И дальше у нас идет Entity Data. Это дополнительные данные о сущности самого предмета. В нашем случае это Minecraft Item Frames, то есть Minecraft рамка, обычная рамка для предметов. И также здесь у нас идет самый важный атрибут, который называется Invisible 1B. Соответственно, мы здесь прописываем видимость. То есть, если у нас Invisible 1A, тогда у нас просто будет выдаваться обычная, как вы можете заметить, рамка. Если же у вас Invisible, соответственно, видимость будет 1B, у вас будет выдаваться невидимая рамка. Вот так вот она выглядит. То есть, самое главное вот здесь вот указывать A или B. Вот. Ну и теперь давайте уже перейдем к тому, как мы можем использовать эти невидимые рамки. Ну, например, для того, чтобы использовать предметы. То есть, мы просто можем класть в эти невидимые рамки предметы, и это будет смотреться довольно красиво. Вот по сравнению с обычной рамкой, невидимая рамка и также светящаяся рамка. Давайте возьму светящуюся рамку, которая у нас находится в вкладке функциональные блоки. Ну и, соответственно, у нас всего 3 рамки есть в Minecraft. Это обычная, светящаяся рамка и также невидимая рамка, которую мы можем получить только введя данную команду. Теперь давайте поместим, например, какой-то предмет в эти все рамки, чтобы продемонстрировать наглядно, как это будет выглядеть. Ну, возьму булаву, которую добавили на версии Minecraft 1.21. И эта команда тоже, кстати, для этой версии. Например, булава в обычной рамке будет выглядеть следующим образом. Ну, некрасиво, потому что здесь у нас имеется задний фон рамки. Также вот эта вот обводка некрасивая. Ну, короче, ужасно выглядит. Также светящаяся рамка тоже выглядит, как по мне, очень плохо. Ну, задний фон вообще некрасивый. И также вот эта вот обводка. Ну, это ужасно, я считаю. Ну, а вот в невидимой рамке у нас, соответственно, предмет просто находится на стене. И это намного лучше, как по мне. Например, вы можете использовать эти невидимые рамки для встретиться каких-то карт. Или же просто использовать у себя на сервере, чтобы удивить игроков. И это действительно очень круто. Также хочу обратить ваше внимание то, что невидимая рамка не светится ночью. Ну, например, если я поставлю Time Set Night, у нас светящаяся рамка будет светиться. Обычная рамка не светится. И также невидимая рамка у нас тоже не светится. Мы никак подсветить этот предмет не сможем. Только если рядом не поставим, например, какой-то источник светов. Это факел или рестоновый фонарь. Ну, поставим Time Set Day. И теперь я вам покажу, как вы можете использовать уже эту невидимую рамку. Например, также невидимую рамку вы можете использовать для вот такой вот интересной декорации. Вырастить дубовое дерево и на него просто положить вот такие вот, получается, яблоки. Будет красиво смотреться, как будто это яблочное дерево. Ну, на котором, соответственно, растут яблоки. Также вы можете сделать карту для прохождения в Майнкрафте с каким-то там, не знаю, торговцем. И возле этого торговца положить предметы, которые он продает. Это будет упрощать, скажем так, прохождение вашей карты и сразу понимать, какой продавец что будет продавать. Также вы можете рассыпать вот таким вот образом ресурсы возле какого-то предмета. И, соответственно, намекнуть то, что этот, например, сундук содержит в себе алмазы или же золото. Мы можем это все сломать, соответственно, вот таким вот образом. И вот здесь у нас выпадают, как вы можете заметить, ресурсы. Отлично. Давайте мы это заберем и пойдем дальше. Ну, опять же, хочу обратить ваше внимание то, что данную рамку вы можете выдать как с командного блока, например, как сейчас я это сделал. Также вы можете прописать эту команду в чате и тоже получить невидимую рамку. Ну, а старая команда, которая выглядела следующим образом, уже больше не доступна. Например, я ее сейчас попробую прописать в чате, как вы можете заметить, ничего у нас не происходит. Потому что многие в комментариях мне писали, Артем, а почему же эта команда не работает на версии Майнкрафта 1.21? Да потому что ее моджанги изменили, теперь у нас совсем другая команда. Кстати, друзья, хочу подметить то, что эта команда не работает на версии Майнкрафта Бэдрок Эдишн. На самом деле, да, под старым моим видеороликом, которым я показывал, как получить невидимую рамку для версии Майнкрафта 1.16 и выше, многие писали, а почему мне не получается выдать рамку на телефоне? Потому что этот видеоролик был записан для Майнкрафта Джава Эдишн, так же, как и этот видеоролик. Поэтому на телефоне у вас не получится. Если вдруг данный видеоролик наберет много просмотров, много лайков, тогда я запишу уже видеоролик, как получить невидимую рамку для телефона. Поэтому, да, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Так вот, эта команда, которую я вам показывал в своем видеоролике, уже не работает. Выглядит она следующим образом. Здесь у нас также используется команда give для выдачи какого-то предмета собака, а для выдачи данного предмета всем игрокам на вашем сервере. И также у нас идет предмет itemframes и entity tag invisible1b. Если же сравнить данную команду с новой командой, то вы можете заметить, что здесь у нас особо ничего не изменилось, ну кроме кавычек entity tags и также в entity tags мы теперь должны прописывать название предмета minecraft itemframes. Ну и также у нас остается invisible1b, так же как и в старой команде. Мы также можем написать количество рам, о котором мы хотим выдать. Ну например по дефолту у нас стоит 1, мы можем написать 64 и получим 64 невыдимых рамок. Также можно написать например 128, но у вас соответственно будет выдаваться уже 2 стака этих рамок. 128 в одном стаке вы никак получить не сможете, ну если не использовать там какие-то дополнительные команды. А эту команду вы сможете найти по ссылочке в описании, чтобы выдать себе невидимую рамку, поэтому ссылка будет в описании, просто копируете и вставляете свой мир майнкрафта. Если вы играете в выживание, не забудьте нажать на кнопочку открыть для сети, использование команд включаете и также открываете мир для сети, чтобы вы могли использовать команду геймат креатив, если вы играете в выживание. Это тоже обратите внимание, потому что тоже многие почему-то в комментариях писали, Артем мне не выдается эта невидимая рамка, у меня ошибка. Да просто включите читы и вы сможете это делать, ну если вы играете в выживание. Поэтому да, я думаю я все разжевал в данном видеоролике и теперь вы все все сможете сделать точно. Вот, но если вы играете на версии майнкрафта 1.20, 1.19, тогда просто посмотрите мой предыдущий видеоролик старый, в котором я показывал, как получить невидимую рамку от версии майнкрафта 1.16 до версии майнкрафта 1.20. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. А, ну еще кстати, как вы можете использовать эти невидимые рамки, например, если вы играете на анархии или если вы хотите спрятать какие-то ресурсы от своего друга, тогда вы просто можете положить эти ресурсы в невидимые рамки и соответственно просто их спрятать где-то в шахте или под землей. И ваш друг, даже если играет с X-Ray, с читами, никак их не найдет. Ну потому что предметы просто в невидимых рамках, ну никак не будут отображаться. Ну вот я нашел какую-то шахту, давайте возьмем эту невидимую рамку и положим все эти предметы сюда. Ну вот, назеритовый поножен, назеритовый нагрудник, булаву и, например, назеритовый топор. Сломаем данный факел, перейдем в геймодспектатор и, как вы можете заметить, ну вот вообще не видно, что здесь находятся какие-то предметы. Если ваш друг будет играть с X-Ray, с читами или даже если он каким-то образом перейдет в геймодспектатор, он все равно не обнаружит эти ресурсы. Поэтому таким образом вы можете также прятать ресурсы от игроков на анархии, если каким-то образом добудете невидимую рамку. Или же просто прятать ресурсы от своего друга в Майнкрафте. Поэтому, надеюсь, данный видеоролик вам помог получить невидимую рамку на версии Майнкрафта 1.21. Если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, если вы этого не сделали. А также в комментариях вы можете написать, как же вы будете использовать невидимую рамку в своем Майнкрафте. Мне будет интересно почитать. Ну а с вами был я, Задоинёк Артём, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, друзья.